Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу, как ухаживать за клубникой ранней весной, чтобы потом быть с хорошим урожаем. К подкормке клубники нужно приступить в самые ранние сроки, когда только сойдет снег. В этот период почва еще влажная и внесенные удобрения быстро впитаются, растворятся и клубника получит необходимое питание. Для подкормки клубники я использую обычное комплексное минеральное удобрение, например, ту же амофоску. В ней содержатся все основные элементы питания – азот, фосфор и калий в равных долях. Весной вношу ее в следующем соотношении – 40-50 грамм на квадратный метр. Причем удобрение в почву я не заделываю, оно хорошо впитывается и проникает, поступает к корням. Если же почва уже подсохла, то, конечно, внесенные удобрения нужно обязательно заделать в почву, иначе весь азот, содержащийся в удобрении, попросту улетучится. Также можно готовить и водные растворы удобрения для полива клубники. Опять же, перед такой подкормкой почву нужно увлажнить, если она сухая. 40 грамм удобрения на 10-литровое ведро воды. И вот таким вот раствором подкармливать клубнику. На каждый кустик примерно 500-700 мл раствора удобрения. Часть грядок у меня замульчирована компостом. В осенний период, перед зимой, я всегда стараюсь засыпать клубнику компостом, насколько его хватает. Поэтому на этих грядках я не буду использовать минеральное удобрение, ведь там питания достаточно. В компосте есть и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы. В дополнение к компосту весной я внесу лишь древесную золу. Опять же, на метр квадратный примерно стакан древесной золы. Это послужит хорошей подкормкой и раскислить немного почву. Клубника будет хорошо и полноценно развиваться. Если вы высаживали клубнику прошлой осенью, либо в конце лета, у вас есть молодые грядки, то в первый год после посадки подкормок никаких не требуется. Потому что под перекопку вносились и органические удобрения, вносились и минеральные удобрения. Почва хорошо заправленная, и в ней клубника будет получать в первый год посадки все необходимое питание. Подкормку мы проведем только лишь после сбора урожая. Весной подкормок никаких не нужно. Следующий этап после подкормки – это, конечно же, обработка от болезней. Потому что за зиму многие листья посохли, на них появилась какая-либо пятнистая зимовалия, различные фитопатогены, и они могут служить источником распространения заболеваний и инфекций. Поэтому их нужно, вот эти все листья, в первую очередь обработать, а лишь потом удалять. Если вы сразу же начнете удалять листья, то все эти споры поднимутся в воздух и разнесутся по всему участку. Для обработки лучше всего использовать медсодержащие препараты, например, бордовскую жидкость, либо препарат азофос. Я использую обычно азофос – однопроцентный раствор. Он не только уничтожает фитопатогены, но служит еще дополнительной подкормкой для клубники, потому что в нем содержится азот. И это своего рода такая вот и подкормка, и профилактика от различных заболеваний. Азофос продается в магазинах в виде жидкой суспензии, а также в виде пасты. Я обычно использую пасту. Развожу ее вначале в теплой воде, затем смешиваю с холодной, и вот таким раствором обрабатываю клубнику. Потребуется 100 грамм пасты на 10 литров воды. Далее, когда клубника уже подкормлена и обработана, нужно приступать к рыхлению и, конечно же, прополке, удалению старых листьев. Грядку очищаем от всех этих сорняков, от старой листвы, и клубника активно трогается в рост. Но слишком рано приступать к уборке старой листвы не стоит, потому что старая листва служит утеплением для куста. А весной очень часто случаются сильные заморозки, и цветочные почки могут пострадать. Поэтому удаляйте листву и пропалывайте клубнику, когда уже установится по-настоящему теплая весенняя погода. Многие огородники стремятся после прополки скорее замульчировать клубнику. Лучше всего, конечно, мульчировать соломой. Но, опять же, не стоит слишком рано приступать к мульчированию. Дело в том, что почва еще не прогрелась, и растения нуждаются в тепле. Почва должна хорошо прогреться, чтобы пошел активный рост. А если взять мульчу и накрыть грядку по холодной почве, то, конечно же, растения будут затормаживаться в росте, и урожай у вас будет на несколько недель позже. Поэтому к мульчированию я приступаю примерно перед цветением, когда клубника уже выпускает бутоны. Мульчирую грядки с клубникой, с соломой, слоем 10-15 см. Сейчас у меня грядки чистые от мульчи. Замульчированы соломой лишь только проходы между ними. Еще вы видите грядку клубники, которая растет на черном спонбонте. Здесь, конечно, мульчировать ничего не нужно. Под спонбондом клубника отлично растет. Спонбонд препятствует росту сорняков. И, кстати, весной такая клубника быстрее трогается в рост, потому что спонбонд черного цвета, он быстро нагревается солнцем, и, конечно же, хорошо прогревается почва. И урожай, соответственно, примерно на неделю, на 10 дней раньше обычного. Завершающий этап работы на клубничных грядках весной – это внесение триходермы. Когда уже грядки у меня замульчированы, я обязательно проливаю посадки клубники раствором с триходермой. Дело в том, что триходерма – почвенный гриб, который питается в основном целлюлозой. Он подъедает различные растительные остатки в почве, начинает подъедать вот эту солому, и тем самым улучшает питание растений, улучшает плодородие почвы. А еще триходерма защищает растения от различных фитопатогенов. И урожай всегда получается отличный. Клубника в меньшей степени поражается различными пятнистостями и гнилями ягод. Чтобы приготовить раствор триходермы, понадобится 1-2 чайные ложки на 10 литров воды. Все это размешать и из лейки аккуратненько пролить грядку. Следующую подкормку клубники я буду проводить только лишь после сбора урожая. Весной клубника уже подкормлена, обработана, и будет полноценно развиваться и давать хороший урожай. И вы обязательно позаботьтесь о своей клубнике весной, чтобы потом быть с вкусной сладкой ягодой. Спасибо за внимание и до новых встреч!